Здравствуйте, я Тимур Олевский. Эти кадры были сняты в Авдеевке ночью. Вчера около девяти вечера город обстреляли из крупнокалиберной артиллерии. Сейчас вы увидите, как скорая забирает раненого военнослужащего. Держись, держись, боец! Давай, брат. Держись! Вечер скорой, сюда подойдите! Час, два человека. Сумка твоя. Где сумка моя? Вот, вот. А сегодня Кремль заявил, что надеется, что у донецких сепаратистов хватит боеприпасов. Мы не занимаемся подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов, чтобы отвечать на агрессивные действия со стороны Украины. Украинская разведка обнаружила признаки подготовки наступления российских войск на Донбассе. Источник в Главном разведывательном управлении утверждает, что на подготовку наступления указывают изменения в структуре подразделений боевиков, которые сократили количество мотострелковых бригад, извините, и увеличили число танковых бригад, а также скопление российской военной техники на границе с Россией. Под Авдеевкой зафиксирован максимальный уровень обстрелов. Вот же вчера активность противника снова усилилась. Впервые 14 апреля 2016 года количество вражеских обстрелов достигло отметки 100. Противник задействовал дополнительные артиллерийские резервы. Наиболее страдают прифронтовые города Авдеевка, Красногоровка, Маринка. Ночью боевики обстреливали позицию украинской армии и Авдеевку из артиллерии градов. Местные жители утверждают, что огонь вёлся из Киевского и других районов Донецка. Во Авдеевке погибли сотрудник МЧС и местная жительница. Ещё один спасатель получил ранение во время патрулирования города. Также ранен британский фотограф Кристофер Нун. Он находился в здании во время обстрела вместе со своим переводчиком. Из Авдеевки его эвакуировали в тот же вечер. Ночевали здесь и примерно с полдесятого сепаратисты начали обстреливать мирные районы Авдеевки. Прилетало по жилым домам. Возникали пожары вот в пятиэтажке. Рядом здесь загорелся дом. Погибли МЧСники, которые дежурили возле школы, где собирают гуманитарную помощь. Также попадало по другим жилым домам. По информации главы Донецкой полиции, за последние шесть дней в Авдеевке было разбито 92 дома. Люди самостоятельно пытаются заделать окна. Ремонтные бригады чинят перебитые газопроводы. Полиция дежурит круглосуточно. В городе, несмотря на объявленное с восьми утра перемирие, слышны взрывы. После полудня Авдеевку посетил заместитель главы ОБСЕ. Он как раз застал начало очередного артобстрела. В Донецке ввели огонь по позициям украинских войск из жилых кварталов города. Об этом сообщили эксперты Беленкет. Они провели свое собственное расследование и рассказали, откуда именно в Донецке 31 января и 1 февраля были видны пуски снарядов систем залпового огня ГРАД. Установки, как утверждают расследователи, находились вблизи жилых кварталов и одного из гипермаркетов. Также эксперты Беленкет проанализировали комментарии в Донецкой проукраинской группе ВКонтакте, занимающейся мониторингом обстрелов, и получили подтверждение, что огонь велся с территории неподалеку от гипермаркета. Поблизости находятся Донецкая объездная дорога и больница. Также в отчете говорится о том, что на спутниковом снимке от 31 января хорошо видны следы пусков снарядов систем ГРАД, которых нет на снимке, сделанном ранее, 30-го числа. Кроме того, по следам расследователя Беленкет, расположение этих следов соответствует местам пусков, в пусков, установленным на видео очевидцев. В материалах расследования приводится еще одно место пуска, к востоку от жилых кварталов. По данным Украинского министерства обороны, только 31 января из района Донецка было выпущено как минимум 100 ракет. Авторы отчета утверждают, не менее половины всех залпов попали на видео, снятое в жилых кварталах. Местные жители утверждают, что накануне боевики ДНР заставили местных жителей покинуть дома в Киевском районе города, откуда велся огонь по украинским военным. Они называют это принудительной эвакуацией. И сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление, обвинив Украину в нарушении Женевской конвенции 49-го года. По жилым кварталам нанесены десятки ударов из тяжелых крупнокалиберных вооружений. Среди мирных жителей есть раненые и убитые. И вот кадры Донецка, которые передает агентство Associated Press. Видны поврежденные дома с выбитыми стеклами. Я вчера просто чудом спаслась. Я вышла в ванную комнату, просто меня не задело. Вот тут только чуть-чуть крови. Подконтрольное пророссийским сепаратистам информационное агентство ДАН сообщило, что накануне обстрелы унесли жизни двух жителей Донецка. Около десяти пострадали. Как рассказывают горожане, люди погибли на окружной дороге. Напомню, что расследование Белинкета, о котором я рассказал чуть ранее, установило, что именно в жилых районах рядом с окружной дорогой 31 января и 1 февраля были замечены пуски ракет-систем залпового огня «Град» бойцами так называемой ДНР. Теперь в этих же пригородах Донецка некоторые здания повреждены или разрушены. Среди них автозаправка, магазин военной амуниции и жилые дома. Мама лежала на диване, дитё пошло в туалет. И в этот момент был большой удар. Ну, пострадало дитю лицо немножко, маму вывезли сразу же, естественно. Ну, вот всё, что осталось. Первый зампредседателя специально-мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук заявил сегодня, что Авдеевке грозит гуманитарная и экологическая катастрофа. «Стороны должны немедленно прекратить огонь. Мы знаем, что они могут это сделать. У них есть полный контроль над частями. Они могут сделать это быстро. Они должны отвести тяжёлое вооружение. Мы видели это вооружение в Авдеевке и по другую сторону линии разграничения. Об этом мы каждый день сообщаем в наших отчётах. Они должны перестать менять свои позиции, потому что это приводит к напряжённости. Они должны позволить ремонтным бригадам делать свою работу, чтобы у людей появилось электричество, вода и тепло. И они должны обеспечить беспрепятственное передвижение и доступ к мониторинговых групп во все точки, чтобы избежать дальнейших спекуляций и нарушений. Политическая повестка должна отойти на второй план. Сейчас самое главное – это мирные жители. Это уже третья зима, и все согласны, что три зимы – это слишком много».